Почему начала рассматривать вот это уравнение второго порядка? Неограниченно, солитонное решение. Потом пыталась выписать, ну вернее получить некоторые априорные оценки для этого уравнения. Были насчитаны производные, были построены графики. И на этой же конференции Алексей Антонович, было в докладе Алексея Антоновича, выписано вот такой дифференциальный оператор. В декабрьских чтениях делали доклад Бялый и Миронов. У них было выписано уравнение, которое ниже. Тоже точно такой же дифференциальный оператор, они совершенно одинаковые. Но вот это равно константе. Этот дифференциальный оператор равен константе. Так, я нажимаю, но указ. Вот такое уравнение. Шесть дней тому назад был доклад Думвина. Андрея Викторовича. Он рассматривал уравнение картовей ГТ-3 за третьего порядка. И так, были выписаны решения эти. Тоже неограниченное решение, солитонное решение. Третье я просто не успела записать. Ну вернее так, два записала, а третье не успела записать. Ну в связи с этим, это вот список, где встречаются такие уравнения. В связи с этим решила рассмотреть дифференциальное уравнение вот это вот. Но с правой частью у них была константа, добавила коэффициенты и правую часть вот такую. Кстати, правая часть может быть нелинейной. И решила рассмотреть вот такие вопросы. Получить некоторую априорную оценку, найти дифференциальные операторы, чтобы выполнялось вот такое интегральное равенство. Найти действительное решение, комплексное решение, цель дифференцируемое и недифференцируемое. Потом решила загнать уравнение. Ну, константа взяла, ну, такие числа. И получить решение с помощью программы МЭПУ. Так, априорная оценка. Лемма. Рассматриваю правую часть вот такую, она нелинейная. Задаю условия на коэффициенты, выписанные они. Область задаю. Функция на границе области 0. И тогда будет верна априорная оценка. Чем она хороша? То, что под интегралом неотрицательные функции. То есть у нас у х умноженное на у у, это будет из-за х2, но и остальные точно так же. Функция равенства, а почему у нас равенство? Ну, в принципе, обычная оценка идет такая, априорная оценка поменьше или равно, но тут равенство получилось, в общем-то, это не противоречие. Нет противоречия. Да, тут же, в общем-то, ну как, видите, тут получается, что сумма вот таких, но если расписать на сумму интегралов, то у нас будет сумма интегралов равна 0. И отсюда можно заключить за счет вот этого слагаемого, что почти отсюда решение будет равном. Ну, в общем-то, оценка достаточно хорошая. Так, теперь попытаюсь найти вот такие операторы, которые будут удовлетворять интегральному тождеству. Ну, они получаются достаточно просто. Просто, так, сейчас, минуточку. Вот это получается, смотрите, сумма получается вот такая первого, третьего слагаемого, а здесь второе слагаемое. Значит, как оно получается? Вот это, я беру вот это, двойку, 1 плюс 1, и интегрироваю по частям. У меня получается вот, что данный оператор, он будет, в принципе, а, вернее, интеграл от данного оператора, он будет равен вот такой сумме. То есть у нас L1 будет 3 вторых, и вот такая сумма. L2, ну, соответствующая сумма. Так, дальше. Решение, если я рассматриваю правую часть вот такую, ну, в принципе, тоже нелидейное, более того, коэффициенты не ограничены. Если мы рассматриваем область, где у нас косик координат включается, то решением будет вот такая вот функция. Вот такая функция. И в частности, в частности, если я рассматриваю вот такую правую часть, то решение будет вот такое. То есть это что можно рассматривать? Если А и Б совпадают, это будет некоторой, граница будет некоторой окружности, и функция на границе такой области будет равна нулу. Так. Сейчас, минуточку. Для того, чтобы дальше рассматривать решение, я рассмотрю вот такую вспомогательную функцию. График ее, вот этой функции. Вот для чего? Для того, чтобы решение строить таким образом, что, допустим, сама функция на границе равна нулю, и график для производной. Для того, чтобы рассматривать, что производная тоже на границе некоторой будет равна нулю. Ну, в данном случае, если я беру на границе, когда t равно нулю, сама функция будет равна, в принципе, производной при t равной нулю, t, если у меня не 2 функция будет от x, y, то это тоже будет ноль. Ну, а если я хочу рассматривать на другой стороне, либо у задавать нулю при t равной нулю, либо производную на другой части границы. Так, ну и теперь я рассматриваю, вот смотрите, вместо t я рассматриваю x квадрат, x квадрат, так, сейчас, плюс y квадрат минус ρ квадрат, но это некоторая окружность радиуса ρ. Краевые условия выполняются, то есть на границе у меня ноль, и график будет вот таким, но здесь ρ равно единичке. Другой пример, ну, вернее, так, можно еще рассмотреть вот такую функцию, ну, то же самое. Потом у меня дальше t будет, функция зависит от x и y. Тоже график самой функции для t, и график для производной. Это тоже можно сдавать в соответствующие граниточные условия для функции u или для ее производной. Вот если t равно, ну, снова рассматриваю, t равно вот такому выражению, то функция будет равна нулю на окружности. То есть я могу область отдавать с границей вот такой. Это, в общем-то, условие нулю на границе. Так, теперь вот это интересное пункция. Рассматривая вот такое уравнение, константа равна нулю. Решение произвольной функции будет по ленову первого порядка. И тогда можно будет сформулировать лему. Рассматриваем область, ограниченная область с некоторой границей. И вот здесь вот мы можем рассматривать гамма 0, t0, я выше говорила, когда вот это, это некоторая прямая будет на плоскости. Так, и рассматривать вот такую вот вторую границу, t равно t1. Я рассматриваю граничные условия такое, и тогда функция будет не единственным решением задачи. Ну это, в принципе, а, это вот рассматриваются вот такие вот области. Я уже говорила, что там будут некоторые прямые. Я перечью. Так, что-то я... Дима. Так, сейчас. Так, сейчас. Сейчас, минуточку. Немножко волнуюсь. Так, я уже говорила, что если мы рассматриваем область вот такую, я могу задавать у вот здесь, у вот здесь равны нулю. Так. И если я рассматриваю вот такую область, то решение это по t. Это t у меня, t0, t равно нулю, и t равно t нулевое. То график решения будет вот таким. Ну, в принципе, здесь видно, что действительно при таких t, а t у меня равно x плюс y. Что самое интересное, если мы рассматриваем t равно x плюс y, то можно можно рассматривать границу вот такую, задавать область выше, и можно построить примеры неустойчивости. Можно построить примеры такие, что функция будет неограничена, но она, решение будет неограничено, но оно будет принадлежать l2. Ну, например, я рассматриваю t умножить, в данном случае это не подходит, лучше рассматривать так, корень четвертой степени из x, деленное на y. Так. То такая функция l2 в области любой ограниченной области, она будет принадлежать l2. Так. Ну, это просто как бы повтор небольшой, что можно задавать различные граничные условия, ставить задачу дирекле, ставить смешанную задачу дирекле или неймана, в зависимости от того, что мы ждем на границе области. Вот пример. Вот такой пример-то решения выписан, вернее, вот такие графики получены. Что самое интересное, подобные графики для уравнения картове и гд-3 за пятого порядка тоже можно получить в таком же виде. Так. Вот интересно. Можно рассматривать вот такую функцию общего вида. x, деленное на y. Это функция u от t. График решения будет вот таким. Ну, в данном случае у нас что получается? Если мы находим, вернее, y, x, они равно нулю, а y приближаем к нулю, то решение будет неограничено. Ну, можно подобрать такую функцию. Вот графики, полученные при n равное 3 и при n равное 4. Так. Если мы ой, там c бесконечность r2. Так, я уравнение не просмотрела здесь. Вот первый квадратик c бесконечность бесконечно дифференцируема, а вот второй квадратик это r2. Вот здесь вот r2, здесь c бесконечно. То есть функция будет вот эта бесконечно дифференцируема, это решение данного уравнения. так, вот это вот, почему такое решение рассматривалось? Вот это вот решение на осях координат будет равно нулю. Комплексные решения. Аналитические решения на всей комплексной плоскости, вот эти. Так, вот эти вот два. А вот это вот решение, оно вот фактически солидонное, вот это решение. Если рассмотреть график модуля, то вот он солидонный получается. Это разные виды модуля. Так, можно получить мироморфные на всей комплексной плоскости полюса второго порядка. кстати, здесь можно любую степень поставить N, N1, 2, 3 и так далее. Ну, полюса соответствующие будут. Можно рассматривать решения вот такие. Это будут решения R-дифференцируемые, но не будут C-дифференцируемые на комплексной плоскости. А вот теперь вот это решила получить, что мне загнать в компьютер с помощью программы Maple и что мне выдаст эта программа. Она мне предлагает решение искать в виде произведения разделения переменных. Это функция от X, функция от Y. Где вот эта функция удовлетворяет такому дифференциальному уравнению обыкновенному, а вторая удовлетворяет вот такому уравнению. Нашла решение этих уравнений тоже с помощью компьютера, с помощью этой программы. Вот решение для функции 2. Ну, и в принципе можно для различных C констант получить некоторые различные решения. для цен. Слушала доклад Армена Глебовича Сергеева, и там было выписано вот такое вот уравнение. Лаплас слева, справа вот такая нелинейность достаточно большая. Я не знаю, возможно, что такие решения уже есть где-то, но я не не знаю, может быть, есть. но у меня получились вот такое решение. Если функция F2.0, F1 вот такая бесконечно дифференцируемая, решение будет функцией. Ну, тут сразу он наводит на мысль, что вот это O, это некоторый логарифм, чтобы спустить эту разницу. И вот это график. График вот такого решения полученного. Вот пример 2. Ну, это немножко наоборот. То есть я, смотрите, там поменяла знаки под знаком логарифма, у меня ушло туда вниз. Ну, в принципе, здесь в данном случае нужно рассматривать область вне окружности радиуса 2. Можно рассматривать вот такую вот функцию. Вот такие вот функции. Сейчас сниму точку. F2 0, а функция F1 вот такая. Логарифм вот он. И в принципе решение и графики выписаны. Если мы поднимем, конечно, синус и косинус так, подлаговик не было нуля, то графики будут вот такими. Ясно, что они в зависимости от периодичности синусов будут вот такими. документы. в зависимости в зависимости Так, а еще есть уравнение минимальной поверхности, там, в школу. Я не знаю, а так смотри. Духа, кожа, пускай. Ну, что там интересное, решение для скрыла, решение для уравнений, как вы видите, в третьем поверхности, в пятом поверхности, в порядках, там, возможно, тоже, что здесь, а здесь, в порядке. Но те решения, они очень, здесь только, как видите, это поставить, и лучше сама получаешься. Почему так быстро и получилось это? Ну, очень, первым было сказано, какие постановки, задачи, какие крайние, какие-то ситуации. Так, краевые услуги, в основном, в области, рассматривались влево. Ограниченные области. Некоторые, например, были неограниченные полоса. Некоторые, например, были, в основном, ограниченные области. И главный упор был на то, чтобы найти решение, которое равны 0, на границе. Это что означает? Если решение какое-то выписано, значит, оно, решение, это уравнение существует. А если у нас получается, что решение это равно 0 на границе, так? Так, фу, равно 0, оно почему будет уравнение, так? Ну, и счет отличная 0. То есть, на самом деле, многие из этих задач, они говорят о не единственности решения. Так, а в вводной оценке тогда что-то есть? А в вводной оценке? Но в вводной оценке они применяются обычно для того, чтобы показать, что решение существует. Обычно так. Правая часть, так, уравнение правой части. То есть, если мы умножаем какую-то функцию, то можно в среду, можно в среду, можно в среду, и получаем, что ловит. Сумма. И за его факту. Вот это там. Вот это же единственное, в каком бы плане плата получится. Ну, там единственное, получается, это, там, по решению, мы рассматриваем, это ее разность, разный период, тоже, ну, так сказать, не линейный, там, не линейный, это единственное, это вообще дешево пока.